Приветствую себя дорогие друзья, сегодня я расскажу тактику нациродила с 11 вызовом, какие герои, реликвии и расстановка, погнали разбираться. Первый отряд у нас смесь хиролог и еще три персонажа, которые помогут в прохождении. Это Мерсил с пробуждением на доп урон со способности, Гиднил с пробуждением на распространение святости и Рио, минимум 8 уровня, чтобы зарядить нашу реликвию, а именно пустоту. И вторая реликвия это эликсир отсрочки, можно даже не Т4 уровня брать, я так прошел, так что и у вас такие же шансы. Второй отряд будет состоять из двух героев, а именно Розет и Арамис, поскольку у Арамиса высокая скорость атаки, а зачем нам это знать, вы позже поймете. Да начнется битва. Первое, что нам нужно сделать, это собрать Мерсил Т7 уровня и Гиднила Т5. Это обязательно условие, поскольку без него кто-нибудь умрет и вы соответственно не пройдете. После этого ставите Рио, неважно какую, главное, чтобы она была сбоку и не мешалась. Мерсил по максимуму заряжаем посохами, а Гиднила одним луком Т3 или Т4, чтобы он успел каждый раз перед применением способностей Церодила давать щит, чтобы никто не ваншотился. И теперь просто наслаждаемся, как потихоньку наш котик умирает. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как можно заметить, игра на Тоненького, если что-то не забалансить, то все сломается. И бах, надпись поражение. А теперь переходим ко второму отряду. Почему же все-таки Арамис и Розет? Все довольно просто на самом деле. Поскольку у Церодила в описании написано, что он атакует героя с наибольшей скоростью атаки. А следовательно, нам нужна игрушка, которая впитает первый его удар со способности. А далее Розет сам со всем справится. Следует понимать, что боссы заряжают свои способности от получаемого урона, а точнее от количества тычек или урона. У Церодила это число атак, то есть если вы берете условно говоря Розетта и Мару, то естественно Мара быстрее подготовит способность босса. Так вот, Розетта ставим максимального уровня, а снаряжение у нас это 3 посоха, желательно на больший урон с маг прокаста. Мне повезло, у меня был один посох, который дает повторное применение способности каждый третий раз, что ускорило процесс убийства босса. Рамиса или любого другого дальника с высокой скоростью атаки ставим сбоку, чтобы сплэш босса его не затронул. Ну а после применения сплаб просто ждем, когда с ним расправятся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Легчайшие 140 тысяч, грубо говоря. Если бы у меня герои были 20 уровня, то я мог в топ 10 этажа спокойно попасть. Так что вот такая незаурядная стратегия, понятное дело, что новичкам ее не выполнить. Однако, если вы активный игрок, то вы быстро сможете достичь всех героев и побеждать данным составом. На этом видео подошло к концу, вскоре выйдет видео про разлом. Я помню, пока что снимается материал, за 2 дня смог пройти только 2 алтаря на максимум, так что все в процессе, не переживайте. Так, хватит болтать, бегите, пробуйте стратегию, если у вас все есть. Ну и ставьте лайки, если понравилось видео, комментарии, что хотели бы увидеть или посоветовать. И всем пока-пока.